Ни старый, ни молодой не знают, когда придет их час. А ни один боец, выходя в ринг, не знает, поднимет ли его руку рефери или ноги врач. Привет, солнцекрылые улитки! Вы на канале Муай Тай Си Кей, а я Федорович покажу вам второй полуфинал, который нас удивил фантастическими боями, так полюбившегося вам термопайл Тим Комбат, предыдущие бои которого вы можете посмотреть в описании под видео. В сегодняшнем поединке сошлись команда из сурового Челябинска Учкур в белых шортах против команды из гламурной Москвы Файт Найтс в серых. А пока бойцы разогреваются, рефери готовится, а анонсер полощет горло коньячком, я скажу пару слов про эти команды. Бойцы из Учкура в четвертьфинале показали умопобрачительный бой. Круче, чем крадущийся тигр, дерущийся с гориллой в тени орла. Особенно запомнился Евгений Зубарев, который, несмотря на свою внешность ботаника, показал офигенный бой, после чего все девки в зале стали его фанатками. Команда Файт Найтс прошла четвертьфинал очень неоднозначно. Битва была очень напряженная и шла до последнего бойца, а победу отдали москвичам судейским решением. Но это вызвало очень много споров и критики, но решать не нам. А сегодня мы посмотрим полуфинал и, надеюсь, в этом бою бойцы решат все сами, без помощи судей, ведь и львы делят добычу без медведя. Наконец-то возобновляются бойцовские турниры, футбольные лиги и даже киберспорт. А это значит, что вы можете получить лучшие коэффициенты на все спортивные события и даже уникальные бонусы по промокоду в описании от топовой букмекерской компании 1xbet, в которой вы можете испытать свои знания и удачу, заработав денег. Но помните, ставки это лишь игра. А для тех, кто смотрит такой бой впервые, скажу пару слов про правила. Бойцы дерутся один на один, остальные стоят в ринге и ждут своей очереди. Один раунд 5 минут, после чего судейское решение, если не было досрочной победы. Проигравший боец покидает ринг, а на его место становится товарищ по команде и снова дерется с победителем. Таким образом, один боец может драться с четырьмя и вынести всю команду. Но это невероятно сложно. Никто не спотыкается, лежа в постели, поэтому мы с вами даже не можем представить, что такое сражаться против троих свежих соперников. Не судите бойцов строго, они все красавцы. Пишите в комментах, как вам бой. А на этом я закончу и не буду вам мешать смотреть. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, ставьте лайк и делитесь видео с друзьями. Пускай также знают, что бывает и такое. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Ниша, да, ниша сейчас удар на фринстиле, она практически пустая. К сожалению, великие промоушены, такие как Кайуан, сходят со сцены. И вот, пожалуйста, молодой агрессивный термопайл тейн-комбот. Прекрасная им замена. Полным ходом идет у нас первый поединок между командами Fight Night и Учкур. Видимо, что Иван Гуртовой уже один раз уронит Кахмана Сихвикина, пытается его эллиминировать. Небольшое нарушение, но изменяются большие друг перед другом. Демонстрируют они взаимное уважение. Но как только раздается команда бой, остается только желание выиграть, только желание идти вперед. И видимо, что Буртовому опять удается отличный удар. Снова Сейфидину нужно его прихватывать. Насколько мы помним, по правилам любые клинчи закрещены. Все направлено на то, чтобы было как можно больше зрелища, как можно ярче поединки. Советуют там из угла Сейфидину идти в обмен. И вот мы видим, что услышал он своего тренера. Нанес несколько хороших ударов в Ивану. Но тот не выглядит потрясенным. Отличный поединок, в котором еще ничего не ясно, по большому счету. Дабл-нокдаун. И как мы уже не раз сегодня видели, в любую секунду один из бойцов может быть полержен. Советуют более собранный вискибой Сейфидину. Буртовой чувствуется более расслабленно. Бьет он по всем уровням. И снова вынужден боец клуба Учкур идти в клинч. Хороший мидл-кик. С продолжением пытается отвечать лоу-киком Сейфидину. Удар в разрез. Еще один. Буртовой идет в атаку. Можем сейчас закончить поединок. Повисает на канатах его противник. Его явно шатает. Старается он выжить. И может быть даже имеет смысл снять бойца с боя. Но тогда придется сразу же второму человеку входить в поединок. Это понимают прекрасно. На мой взгляд, Учкур уставаются. Максимально сэкономим силы тех троих, кто будет драться после Космана Сейфидина. Остается совсем немного в первом поединке времени. Опять идет вперед буртовой. Пытается он зафиксировать свое преимущество. А может быть и даже срубить своего оппонента. Учаще и чаще Вячеслав Киселев вынужден призывать соперников к внимательности. Потому что на усталости уже возможны ошибки. Команда стоп. Первый бой завершен. Ох, смотри, что будет достаточно однозначно. Кто сейчас выходит? Да, да, да. Тот самый Евгений Зубарин, который так ярко появился в четвертьфинале. Выходим. Наверное, самый маленький, менее габаритный спортсмен. Да, да, да. Но при этом человек с влювиным сердцем, а просто динамитом в кулаках. С такой мальчевой внешностью. Чего у вас вопрос? Он только что дрался, а он выходит сейчас. Приготовились! Итак, вторая схватка. Евгений Зубарев против Ивана Гуртового. Если сейчас Евгений Зубарев удастся что-то противопоставить, я просто встану и буду стою аплодировать, что маленький парень. Да, мне кажется, что как раз вот его вот этот бой, который Гуртовой в предыдущем поединке показывал, как раз-таки как раз Зубареву очень прямо подходит. На короткой дистанции. Посмотрите, какая разница все-таки в габаритах он. На две весовых категории имеющих. Ну что, такой-то канурий. Гоми российский. Да, да, да. Маленький да ударенький. Удар это у него очень жесткий. Ну что ж, вот сейчас Гуртовому удается. Ему вот тоже самое короночка. Это лоу-кик плюс удар сразу прямой. Но Зубарев его на свою, на свою. Вот Коля тянет. На руках чисто померится. Гуртовой, конечно, подустал. С офигеном бой был очень непростой. Несмотря на такую победу за Яблеву, все-таки Гуртовой видно, что выдается. Но Зубарев не форсирует. Глядцы из ворота в прыжке, не попой. Хорошую серию пробивает Зубарев. Ну, видимо, так, что он решил не торопиться, он решил все-таки поработать на... Он и не торопится, и не рискует, все-таки... У Гурталова удары очень мощные. Ну, конечно же, да, плюс как бы ты легче, сильно своего оппонента на тебя любым ударом может сбить. Кидался вперед Иван, но он отгнулся. Что, травма? Поставила травма, сказалось. Но Гурталова отважно дерется дальше. Мощнейший фронт-кик срубает его, и все, пожалуй, для Ивана Гурталова этот бой закончен. Ян Беляев выходит против Евгения Зубарева. Посмотрите, какая разница, что визуально, что в весе между этими бойцами. Мне кажется, что где-то килограмм на 20 Ян Беляев тяжелее. Сантиметров, наверное, почти на 10 получше Евгения Зубарева. Но самый крохотный участник нашего турнира бесстрашно бросается на своего оппонента. Кто-то его пытается зажать в углу. Несомненно, будет стараться Ян Беляев использовать эту разницу в росте, разницу в длине своих рук и ног. Зубареву надо зарубаться с ним на коротке. Но пока что Беляеву удается, Батаров включит его в обороне. Атакует он мощными одиночными ударами. Попадает в разрез, попадает еще один удар. Зубарев немножко выбахался с грудовым. Сейчас зажимает его Беляев в углу, но старается отвечать Зубарев. Бесстрашный парень. Готов он рубиться по ходу с кем угодно, где угодно и когда угодно. Попадает он пробить лоу. Фронт-кик, которым он выиграл у Гуртового. Беляев опять-опять крадется, подбирается на свою дистанцию, чтобы занять оппонента в угол. Там его запасинговать. Внимательно наблюдают товарищи по команде с Евгением, что постараются ему подсказать в своем углу. Еще три мощнейших удара обрушивает Ян Беляев на голову своего оппонента, но Зубарев стоит как скала. Еще один мощный удар в челюсть, но Зубарева так просто не свалит. Еще один удар он получает, постарается отвечать. Удар коленом. Но этого маленького воина, похоже, ничем не сбить и не смутить. Он будет воевать в Фермопиле. Он будет идти на своего более крупного оппонента. Старается опять пробить фронт-кик. Пробивает по корпусу, отвечает Беляев ему. Шикарные бои мы с вами сегодня наблюдаем, дорогие друзья. Просто образец отваги. Очень многие бойцы запомнился нам сегодня. В частности, вот этот вот миниатюрный воин Евгений Зубарев, который, несмотря на полученные удары, продолжает биться с более крупным оппонентом. Не сдается, не уходит с Фермопила. Он понимает, что за ним стоят его друзья, которым нужно дать как можно больше шансов, как можно больше времени. Поэтому он получает тяжелый удар, но продолжает идти вперед. И зарубается с более крупным Яром Беляевым. Видимо, что уже кровь на лице Зубарева. Далось ему подобрать ключи. Мы видим, что Яна Беляева в защите Евгения Зубарева. Все удары с дистанции попадают. Да, просто обрабатывает Ян Беляев своего соперника очень мощными ударами. Наполея! Устал, устал Субарев! Не смотрит он! Мощнейший удар обрушивает Беляев на Зубарева, а тут и непонятно вообще как стоит, ведет его. Да, очень отважный парень Евгений Зубарев и так уже завоевал симпатию. Страшнейшую атаку сейчас просто пережил он. Ну я не понимаю, почему стоит его команда. Выходите на замену. Хватит смотреть на это. У вас конечно очень отважный бой с Евгений Зубарев, но вы стоите и смотрите как избивают вашу члены команды. Вот да, уже пора будет мне кажется тренерам, потому что парень сейчас просто в своем здоровье покупает несколько минут отдыха своим товарищам. Да, 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 вот Вячеслава Киселева просто нервы не выдержали. Ну что ж, Денис Князев, который был третьему, прохожую у нас историю. Сейчас будет вместе с Яном Беляевым. Повнимательно, смотрите, лучше полотенце выбрать еще. Внимательно, следующая статка. Итак, начинается у нас бой между Денисом Князевым и Яном Беляевым. Пучкур против Файт Найтс. Кстати, я еще хочу сказать, что у команды, которая вот сейчас идет, да, которая идет сейчас в финал, у них будет гораздо меньше времени на отдых получается, чем Кузне. А у Кузне мы еще там Виктора Калия сихо не видели сегодня на фильмах. Интересно, вынесут ли его на финальный поединок? Да, Виктора, конечно, очень хотел их увидеть. Ничего себе, да, Князев практически забил своего оппонента, у Канатов. И поменялась, да, сразу картина. Если в предыдущем бою Беляев забивал своего оппонента, то сейчас здорово Князев смотрится, очень здорово. Сейчас немножко зазевался, Янеку влепил, но он скучал. Вот, хотелось бы посмотреть, что это было. Ну-ка, желе, это удар в корпус был. По-моему, а вы знаете, ведь это был удар в корпус. В солнечное сплетение попало, может быть, я что-то не до конца заметил. К сожалению, он спиной был к нам повернут. Готово! Да? Стоп, стоп, стоп! Ты должен продолжать, или ты покидаешь. Стоп, стоп! Стоп, стоп, стоп! Стоп, стоп! Стоп, стоп, стоп! Ну что ж, последний боец команды Учкур идет вперед. Илья Чернов. Теперь на нем вся ответственность. Ему нужно трех москвичей уничтожить, чтобы команда из Челябинска вышла в финал. Один остался, один представитель команды Учкур. Попадает, попадает. Мощнейший хай-киком обрушивает Чернов сейчас на своего соперника. Нужно как можно быстрее Чернов расправиться. Да. Выходи! Что ж, по-прежнему один остался Илья Чернов в команде Учкур. Ну что ж, да, Яна Беляева он быстро эллиминировал. Против него сейчас Евгений Никитин. Михаил Дорошенко, герой четвертьфинальной схватки, пока что в запасе. Илья Чернов! Он заряжен, да, похоже, что... Да, да. А что ему еще делать-то? На кону финал, на кону там миллион. А он один остался. Первого-то он вынес, еще двоих надо выкинуть. А там против него стоит Дорошенко, который сам двоих эллиминировал в предыдущей схватке. То есть тут сейчас такая коса на камень найдет, если сможет, допустим, Чернов добавляться. Нет, Чернов еще не проигрывал, а напомню... Ничего себе! Какую агрессию врубил Чернов! Никитин явно потрясет. Да, напомню, что Евгений Никитин-то проиграл в свой поединок. Так, а Чернов у нас... Четвертфинал, а Чернов не был замечен, просто до него дела не дошло. По-моему. Там Князев все закончил. Да, да, он был четвертым в четвертфинале и четвертым в полуфинале. Ну, видимо, да, что не зря его учку расставляли на финал. Видимо, это как раз да, тот человек, который будет их тайным оружием, и сейчас ему надо действовать, напомню. Подсобрался немножко Евгений у нас силами. Подсоединяйся, 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 бой! А между тем, уже всего минута 20, да, у нас остается. Да, минута 20 осталось на этом противостоянии. И потом уже, да, если сейчас Чернов улыбнется удача, то Дорошенко против Чернова, это да, это будет очень упоминное зрелище, дорогие друзья. А, мне кажется, пока Чернов-то ведет это противостояние. Скорее всего, да, он конкретно прессует Никитина. Ух, ну а сейчас мог Никитин его наказать за этот ударом коленом. Но обратно же удар коленом без прихвата, это немножко другая история, нежели вот когда с тайского кличника забивают человека. Хороший хай-кик проводит Никитин. Дорошенко там последнее какие-то приготовления делает. Видимо, все-таки понимает Fight Night, что сейчас Никитин работает на Дорошенко в этом бою. Все решится в последней схватке. Да, напоминаю, что вы смотрите турнир Thermo File Team Combat. И такого вы не увидите больше нигде, на самом деле. Потому что 30 почти лет существования смешных единоборств. Таких веселых динамичных историй мы не наблюдали. Да, сегодня рождается новая эра, новая эпоха смешных единоборств. И вот эти ребята пишут свои имена первыми в летопись. Будем надеяться, большую такую многолетнюю летопись Thermo File Team Combat. Ну а Чернов пока что зажимает Никитина в канаты. Заканчивается уже время этого поединка. Где-то в последние секунды истекают. Думается мне, что судьи вынесут справедливые вердикты. Мы увидим, как Михаилу Дорошенко предоставится шанс опять совершить. Чудо. Опять затащит всю команду на себе. Да, настоящий полуфинал останется по одному спортсмену. Ну а сейчас не случится, конечно, что-то прям из ряда вон выходящего. Да, мы уже... Ну что-то да, мы не понимаем, сколько осталось. Может быть, у Мандомер спился. Похоже, оба отчетливо понимают, чем бой заканчивается. Даже Чернов пытается не пресендовать. Там уже ждет свеженький Дорошенко. Да, вот, ну сейчас видим, 30 секунд остается. Да, вывели секундомер на экраны. Чернов отличную серию сейчас провел по корпусу с переводом в голову. Никитин измочален абсолютно этим поединком. Ну да, кто бы не вышел сейчас на Кузню, эти команды будут просто измордованы. И времени на подготовку у них там будет минут 10 всего. Поэтому, в принципе, конечно, фаворит финала. Он известен. Но, но, первая пауза в том, что он терял наше поединение. Однократно, что ж, думаем, думаем, что Чернов, но ждем, ждем, что скажут судьи. В этой схватке мы ждем поезда на турнир Ушкур. Ну что ж, ожидаемо, ожидаемо, ожидаемо. Итак, Михаилу Дорошенко опять все брать в свои руки, опять все решается в последнем бою. Дневной четверть финала Михаила Дорошенко против нового героя Ушкур. Ильи Чернова. Итак, все решается здесь и сейчас. Последний бой этого полуфинала. Победитель будет в финале. Илья Чернов, Ушкур, Челябинск. Михаил Дорошенко файнт-найс Москва. И вот как Дорошенко резко начинает. Сейчас он, о, Горо пробил в корпус. Сейчас он выглядит более отдохнувшим. Да, символично, что за выход в финал берутся последние участники каждой из команд. Это тоже отдельная благодарность организаторам, что так подобраны команды. Никто никого не выносит, так скажем, в одну калитку. Мы видим, как до последнего участника идет борьба. Ну что ж, тут у нас в своем обмен ударами открытый. Это то, на чем Дорошенко ловил как раз предыдущих своих ребят и султанах, описываясь Аслана Азбарова. Когда он им предлагал просто откровенный размен в стойке с открытым забралом. Да, мы помним, сколько он пропустил ударов в четвертьфинале. Видимо, здесь он решил Чернова этим же блюдом накормить. Обмен, жесточайший обмен, но никто не собирается уступать. Опять у нас вот эта шикарная зрелищика. Две команды забрались в своих углах. Уже элиминированные, избитые бойцы. Они вот неистово поддерживают своих товарищей. А товарищи понимают, что все, за ними вся команда. И проигрывать нельзя. Да, очень символично. Это, конечно, спортсмены. Никто даже не думает уходить в раздевалку или еще куда-то. Все стоят, наблюдают. Но мы видим дальше, что Чернов, поскольку он в полный бой отмахался с Никитиным, он не так агрессивен, как в том бою. А Дорошенко не так испортил в четвертьфинале. Игребаем тому, что такое. Очень-очень равное бою, да острый бой идет у нас сейчас. Ох, хороший, какой сейчас атаку провел Чернов. Пропустил, да. Прочи мощный угол Дорошенко, но стоит и идет, отвечает. Здорово. Очень сложно сломать этого парня. Я думаю, запомнится он долго. Да, изгибаемый человек. Полюбили мы его в четвертьфинале. Если Fight Nights выйдет в финал, я хочу, чтобы этот человек дрался. Какой удар он пропустил. Дрался с Николаем Никитенко. Вот это была бы бойня, конечно, двух характеров. Но пока что ему нужно еще Чернова эллиминировать. Он уходить не собирается. Он собирается, он что-то заточить в финал. И у него есть все на это шансы. Попадает он, да, очень хорошо. Очень несколько мощных ударов попал, конечно. Ну и сейчас, да, сейчас, собственно, Дорошенко переходит к той самой тактике, которая понесла на победу. Ох, ты попал. Это получая удары, идти вперед и прессовать своего соперника. Невероятная, конечно, стойкость и очень хорошо держит удары Дорошенко. Просто такие мощные удары пропускает, что любой другой бы уже давно бы упал. Катался с разворота, Чернов пробетит. Ну да, все, Дорошенко просто тупо идет вперед. Извините на это слово. И вот так это выражает. Когда он будет вперед, она приносит плоды. Она приносит плоды и любовь зрителям. Вы слышите, как скандируют и аплодируют ему. Потому что этот парень сумел Легион вышибить в четвертьфинале. Именно вот этой тактикой, когда он идет, он получает, но он бьет в ответ. Сейчас вот такое, конечно, количество ударов у Чернова хапнул, но все равно это его не останавливает. И последняя минута, мне кажется, сейчас вот так это и будет происходить. Дорошенко будет постоянно прессовать Чернова. Эта тактика помогла ему в четвертьфинале. Поможет она ему в полуфинале, ошибается сейчас Чернов. Да, 45 секунд осталось. Такое легкое похачивание, и Чернов просто пытается просто заскучать своего оппонента. Стоп! Внимание! Внимание! Никаких тебе тактических изысков. Мы идем вперед и вырубимся! Да! И тем прекрасно вот это вот бой у Михаила Дорошенко. Сколько же ударов пропустил Михаил. Какая стойкость у этого парня. Он постоянно идет вперед. Да, Чернов отопед возможно себе, какого-нибудь там, в другом соревновании подвязать своего оппонента, чтобы потянуть время. Нет! Здесь все окончился бой. Вместо самого этого угромления у Сулбара. Ну что ж, посмотрим, что станет судью. Еще один потрясающий поединок. Да, впереди уже финал. Никто в него вышел. Вот вопрос. Конечно, точнее был Чернов. Конечно, точнее был Чернов. До характера Дорошенко уже один раз сыграл свой урок. Посмотрим, что будет сейчас. Все зависит от решения суды. Все, какие-то все-таки и штурт проходят. Команда из Челябинска проходит финал. Их там ждет Кузня. Лучшие приемы, техника ударовая, эффективная работа на мешках и лапах, самооборона на улице. Забирай бесплатные видеокурсы в описании под видео.